Улица Перспективная в Ставрополе теперь еще сильнее оправдывает свое название. После ремонта участка от Рогожникова до проспекта Российского здесь и вправду появляются новые перспективы. Четыре широкие полосы должны разгрузить 45-ю параллель. Станет меньше заторов. Новые ливневые канализации снизят шанс подтопления, если много осадков. Рады будут и велосипедисты. Такие вот велодорожки прямо просятся, чтобы по ним с ветерком проехали на двух колесах. Участок длиной в восемь сотен метров отремонтировали по региональной программе. Кроме проезжей части обновился тротуар, появились остановки и освещение. Скоро территорию должны озеленить. Губернатор остался доволен увиденным и рассказал о новых планах дорожной реконструкции. От Тухачевского до 45-й параллели выстраиваем в будущий год. Все, вот эти четыре полосы вырубаем. Ну, выстраиваем с тротуаром, с велодорожкой, четырех полосок. Здесь доведем до 45-й параллели. И на этом пока что завершим. А там дальше, когда все освоят ее, если вдруг все-таки пойдем на этот микрорайон, к сторону диагностического центра, тогда будем сразу проектировать. Следующая остановка улица Ивана Щипакина. Здесь строят школу больше чем на полторы тысячи мест. И за этим объектом интересно наблюдать в динамике. Губернатор уже был здесь два месяца назад. И тогда на этом участке находился только котлован. И вот теперь конструкция уже возвышается над землей. Строители возводят второй этаж. Закончить по плану должны к декабрю 2022 года. Но состройщик обещает управиться раньше, к началу нового учебного года. Преображается и зона неподалеку. Здесь обустраивают сквер. Он призван стать местом и для спокойных семейных прогулок, и для активного отдыха. Например, создадут сразу два скейт-парка под открытым небом и под крышей. У нас с нашим президентом инициированы национальные проекты. Вот все, что мы видим, это все национальные проекты. Проспект Ивана Щипакина, это у нас сквер Ивана Щипакина, это у нас национальный проект «Жилье и городская среда», благодаря которому мы сегодня обустраиваем практически всю территорию Ставропольского края. Школа президента инициирована. Поставлена задача тысячу школ ввести до 2024 года. Это одна из первых школ, которые будут по президентскому проекту введены. Также Владимиров отметил, что в новых микрорайонах совсем ушли от устаревшей практики. Сначала возводить жилье, а потом решать проблему с инфраструктурой. Здесь все возводят по плану и в комплексе. Рядом с жилыми домами сразу предусмотрены социальные объекты и зоны отдыха. Это принцип, которому в Ставрополе намерены следовать и впредь. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.